Судья, вы объясните свою версию, а девушка объяснит свою версию. Какая девушка? Допустит, в данный момент, когда меня остановили сотрудники, не остановили даже, когда я стоял на месте, да, вот на данном месте, покажите мою машину, вот, меня девушка, которую я вез, склоняла к сексуальной связи. Потом у нее что-то произошло с головой, и она позвонила своему мужу по имени Дима, который является сотрудником ГИБДД. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уважаемый, вот эти номера чьи? Номера с этой машиной. А вот эти номера чьи? А это номера, которые ГИБДД ошиблись в регистрации. Я тебе что-то сказал, что не пойму. А вот эти номера. Вот эти. Поставят левые. Опять, мы через суть все решили. Решайте, и в ГАИ ошиблись. Это вы поставили номера. У вас есть нормальные номера, черные. Эти номера и Белоруссии получили. 48-й регион. Извините, я ему на Белоруссии. Не надо, справь, не надо. Все, все. Ребят, с нас какие-то показания. Ребят, с нас какие-то показания нужны. Он у нас ее обзор забирал. Нет, сейчас. А он мне отдыхает. Дай мне телефон, быстро. Быстро мне телефон. Я сейчас... Мы вызвали такси. Отправили человека, доходят нас. Приехал такси по Альбарусу. Везет такси. Он, короче, встает в бутылку пива, начинает пить. Нет, сейчас смешного ни хуя не будет. Сейчас ничего смешного не будет. Тормози. Ему похуй, блядь, тормози. Я сейчас мужу позвоню. Тормози. Не утюгайте, пожалуйста. Вот, он сейчас начинает тормозить. Все, успокойся. Вот тормози начинает. Вот такси вызвали. Ребят, я сейчас... Везет такси. Везет такси по-разному. Объяснение о том, что вы управляете. Мы со слов составляем. После чего в суде, вы говорите, будет встреча. Конечно. В суде вы объясните свою версию, а девушка объяснит свою версию. Какая девушка? Да проституция, что ли? Давайте не будем... А я не на личности. А я не на личности. Я везу проституцию. Сделаю заявление. Давайте это делайте. Внимательно выслушаем. В данный момент, когда меня остановили сотрудники, не остановили даже, когда я стоял на месте, да, вот на данном месте, покажите мою машину. Вот. Меня девушка, которую я вез, склоняла к сексуальной связи. Вот. Мы с ней остановились, выпили коньяк. Вот. Потом у нее что-то произошло с головой, и она позвонила своему мужу по имени Дима, который является сотрудником ГИБДД. Вот. После этого в течение 7, наверное, 5-7 минут приехали. Вот экипаж ДПС, снимите его, пожалуйста, один. Вот. Экипаж ДПС, снимите, пожалуйста, два. Окружили машину, заставили меня выйти. Экипаж ДПС, пригласили к себе, предъявил я ему... Ну, на какой-то из улиц города Воронежа. Нет, это был поселок Сомово, наверное, где-то вот там. Или репня, скорее всего, да. Вот. Мы остановились, мы с ней выпили... Заглушил машину. Убрал ключи зажигания. Остановились, выпили коньяк. Она пригласила меня в гостиницу, от которой она находится недалеко. Вот. А вы как сюда попали оттуда? Я ее довезу. Да, довезу. Да, да, да. То есть, если связать так ваши слова, вы там выпили... Нет, мы здесь... Стоп, не передергивайте. Мы выпили, когда я остановил машину и заглушил зажигание. Ага. Вынул ключи, вот. То есть, это было здесь? Это было здесь, да. Это было здесь, да. Вот. Мы с ней выпили коньяк, наверное, да я не помню, что... Или брендели коньяк, да. Вот. Она меня пригласила зайти в гостиницу, я отказался. После этого она взбесилась, позвонила своему мужу по имени Дима. Вот. И после этого приехали сотрудники ГИБДД. Понятно. Вот. Я им отдал водительское удостоверение и техпаспорт машины. Все. Все. Спасибо. Я вам ответил. Да нет. Да нет. Слово. Да нет. Я не буду вам ничего говорить. Здесь вы отказываетесь. Вы тут не хотите идти в медучреждение. Я вам еще раз говорю, что я вам не буду ничего говорить. Ребята, ребята, я не был участником дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД не имеют права мне применить вот этот ваш алкотестер. Я не был участником дорожного движения. Я сидел в своей машине, которая была заглушена и стояла на габаритах, огнях, вот которые она стоит. Вы не имеете права меня привлечь здесь для прохождения, а свидетельствуйте. Если вы хотите, как сотрудники полиции, я согласен с вами ехать в ГИБДД, в больницу. В ГИБДД у нас нет больницы. Зачем вы к нам поедете? Какое объяснение, ребята? Хватит дурака валять, а? Какое объяснение? Чье объяснение? Евгений Анатолий. Что такое? Повнимательнее, послушай. Я слушаю вас. Чье объяснение? Есть объяснение гражданки, которая ехала с вами. С кем? С вами. Автомобили. И что дальше? На основании этого заявления мы приняли меры. Ну, дальше что? Создавление административного материала. Я сидел в машине с гражданкой, пил коньяк. Дальше что? А гражданка утверждает, что вы управляли этим автомобилем. Гражданка, а я не воровал наркотики, блядь, с Марса? Нет, не написал она это. Не написал она это? Ну, извините. Значит, допросите гражданку. Допросили уже. Дальше что? Я говорю, дальше что? На основании объяснения гражданки составился административный материал. Не спорю, может быть. Может быть. Ну, да, не спорю, да. Теперь вам объясняю. Вы согласны пройти освидетельствование на месте в состоянии опьянения? На основании... Я кто? На основании объяснения гражданки. А вы как водитель. Я не водитель. Это вы так думаете. Это я знаю, что я не водитель. Вот вы в суде объясните. Я не буду в суде вестеть, ребята, я не водитель, я гражданин, который стоит на улице. Вы будете это объяснять в суде, уважаемый Евгений Анатольевич. Это вам-то хочется, товарищи полицейские. Не придется. Не придется. Я думаю, что придется. А вам в прокуратуре придется это бить. Ну, что делать? Ну, что делать? Мужчина, мужчина. Я что-то слышу, что вы как-то себя нехорошо ведете. Да, мужчина? Что же вы так себя ведете, как-то недостойно? Еще раз вас спрашиваю. Вы проедете в медицинское учреждение. Вы будете ставить отметку в протоколе, что вы готовы проехать в медицинское учреждение? Это все протоколы липовые, подписаны вашим другом. Я не буду здесь ничего писать. Каким другом? Я еще раз говорю. Это протоколы все липовые. Машина моя стояла. Я сидел в машине при заглушенном двигателе. То, что вы составили, это полный бред. Вы меня задержали незаконно. Завтра будет заявление в прокуратуру. Евгений Анатольевич, послушайте. Вы слышали меня? Не надо нам угрожать. Я не угрожаю. Пожалуйста, не угрожайте нам. Я вам еще раз говорю, что машина стояла припаркованная на этом месте, где она сейчас стоит. Я сидел в машине при заглушенном двигателе. Что вы здесь составляете? Я не знаю. Что вы посчитаете нужным, то есть я подчиняюсь сотрудникам полиции. Все, я пас. Евгений Анатольевич, послушайте внимательно. Вы готовы поставить соответствующую отметку? Вы готовы поставить соответствующую отметку? Это ваше волевое решение. Это ваше личное решение. Я не могу за вас решить, вы готовы ехать или нет. Я за вас не могу решить. Вы посчитали нужным меня не отпустить в туалет. Вы посчитали нужным меня лишить воды. Вы посчитали нужным меня не пустить за водой, за сигаретами. Вот сейчас вы что считаете нужным? Везти меня? Поехали? Это ваше право. Вы поехали или не поехали? Я вам не буду отвечать. Принимайте меры. Ответку соответствующую. Дай человеку расписаться. Будет, расписаться нет. Пишите, раз. Пишите, раз. Не пустите. Если не будет, в одном протоколе человеку расписаться не будете, просто чтобы камера тогда зафиксировала. Молчание может быть расценено как отказ. То есть ваше бездействие это отказ. Знаете, действие, бездействие. А вы что? Вы тоже понятой? Конечно, да. И вы понятой, да? Да, ваш понятой. А ваш понятой? Прекрасно. Прекрасно. Отлично. Смешно просто вы так смотрите. Очень смешно. Взрослый мужчина. Вы взрослый мужчина. Они отказались от метасвидетельствования. Я отказался? Ну да. Я за. Вы за? Конечно. Меня отказали сотрудника полиции в больницу везти. Почему отказались? Они отказались. Они нашли вас понятыми. Выписали какой-то левый талон, я не знаю. Подождите, вам предлагали в нашем присутствии, правильно? В вашем присутствии в качестве кого вы присутствовали? Мы понятой. Вы понятой? Вы в данном случае понятой. Так, вам предлагали пройти свидетельствование на месте и на метод учреждения. Предлагали проехать. Вы что сделали? Я вам еще раз говорил, что я хотел ехать в больницу. Мы с вами предложили, мы слышали, что вы... Мужчина, давайте не будем выдавать... Никакой реакции не производите. Вы говорите, что здесь продавать не хотите. Реакция у меня одна. В каком качестве я должен был пройти освидетельствование? В качестве кого? Водителя? Я не управлял водителем. Подождите, есть суд, верно? Суд? Суд все решит, конечно. Ваши пригласят туда. Абсолютно правильно. Я приду. И вы придете, да, обязательно. Обязательно я предложу. Конечно, конечно. Обязательно. Конечно, да. И можете мне ничего не предлагать? А я вам даже ничего не предлагаю. Обычно просто предлагают, а мы не берем. С нами не договорились. А я не предлагаю. Да. Да, потому что я прав. Ну, как бы, у вас тут отказ 1226. Нет, суд решит, я не отказывался. Я хотел поехать в больницу, а меня сотрудники полиции не повязали. Вам направление писали? Нет. Вы сказали, будете подписывать направление? Мне никто не предлагал. Нет. Вы будете подписывать направление? Какое? Направление на метр свидетельствования. Какое направление? В качестве кого? Я спрашивал, в качестве кого меня тут направляют? Вы управляли транспортным средством. Я не управлял. Я стоял на этом автомобиле. Подождите, но смотрите, есть неразрешимая такая ситуация. Послушай, ты здесь... Вы говорите одно. Можно на «ты»? Сотрудники полиции говорят другое. Сотрудники полиции опираются на свидетельские показания. Где? Так у меня тоже есть три свидетеля. Вы же их не зафиксировали. Какие три свидетеля? А вы их зафиксировали? Так вы объяснения все дайте в протоколе. Не пишите. И укажите. Они отказываются писать. Ой, вы сейчас слушаете... И все, поэтому не будем. Мужчина, не будем. Не будем. Не будем. Все. В судебном порядке... Однозначно. В судебном порядке классно, блин. Да, это будет интересный спор. Когда как раз вы будете уже по-другому разговор вести, вот интересно будет вас послушать. Главное, чтобы вы там были. Я там обязательно буду. Ну, это будет супер. Я там прям в первую очередь. Я даже больше скажу. Вдруг мне повестка не придет, я позвоню. Да. Такое бывает. Вы знаете, я вам сам позвоню. Ой, это отлично. Как только нам придет повестка, нам повестим вас. Да, да, меня обязательно. Скажите вообще, что вы занимаетесь. Я? Да. Подработаю в такси. В такси. А вообще как будет? Подработка. А есть основной род деятельности? Основной род деятельности есть какой-то? Нет. Безработный, да. Ольга 733. Да, да. Да, он уже в принципе. Он уже особо не нужен. Да. Да. Редактор субтитров. Корректор А. Продолжение следует...